Ситуация заключается в следующем. Мы, мы, на самом деле, при всем, что бы мы ни думали, можем воздействовать на них, только если нас много. И если не просто нас много, если мы в этом своем множестве имеем единую позицию по каким-то вопросам. В противном случае у них задача просто развести нас по ручейкам, по маленьким сообществам, сравить с друг другом, это у них блестяще получается, и, грубо говоря, кого-то купить, кого-то отвлечь, кого-то пустить на негодную тему. И у них другой задачи нет. Они живут с нами, общаясь одним моментом, потому что пока мы заняты, то есть они в этот зрительный зал, условно говоря, периодически кидают своим негоже там какие-то там свои старые драные штаны, для того, чтобы их делили на сувениры. Если монеты кинут, так вообще драка в зале. Это я отсылаю к роману, известному роману, да? Вот, Булгакова. Вопрос в другом. Все это они делают для того, чтобы мы не видели существа происходящего. А существо, пока мы сидим в этом зале, возможно, возможно, они сжигают весь театр. От общества спектакля к обществу пожара. Ну, пожара, если хотите. А если хотите, то это... Ведь это же наша страна, понимаешь? У нас другой жизни не будет. У нас не будет другого момента, когда мы сможем проявиться как граждане. А пока мы смотрим на их спектакли, пока мы делим на сувениры их штаны, или кто-то, значит, ползает там под столом, собирает их монеты, либо денежные знаки ловит, которые с потолка сыпятся, у нас в это время забирают будущее. Вот это настоящее будущее. Потому что прошлое нам уже не принадлежит. Ну, то есть они его отрицают. Вот. Настоящее вот оно в моменте. Ты ползаешь под ногами за монеткой. Вот. А будущего не будет. Потому что пока ты ползаешь, они там жгут театр. Понимаешь? Еще раз. Жгут. Это иллюзия. То есть мы шарахаемся из одной стороны в другую. Мы не смогли здесь, вот у нас с той стороны условные границы. Это очень условные границы. Жили люди, разговариваясь с нами на одном языке. Какие-то негодяи с того края мира и закиана смогли их от нас отделить. Как такое может быть? Как? То есть вы тут сидите в Москве, а в Биробиджане условном у вас 99% голосуют за ядрастов. А как только у вас возник суверенитет какой-то в виде призрачной границы, и вдруг раздача печенек превращается вам как бы в назло. Это говорит не о неумении, хотя бы неумении тоже. Но на самом деле они точно так же, пока мы здесь сидим, смотрим их спектакль, они там на самом деле сидят и смотрят спектакли тех других, кто позволяет им страдать уже миллиардерами, отложить потомкам тонну золота и так далее. Понимаешь? И они продают и нас, и наш там условный театр или цирк, кому как больше нравится, только ради своих конкретных вот этих потомков, присмыкаясь перед теми, кто распределяет эти блага. И это произошло не сейчас. Возможно, это еще раньше произошло, но в нашей исторической памяти, ну, в моей, во всяком случае, это точно связано с приездом Роквеллера, который приехал сюда, купил все Политбюро, построили они здесь заводы на нашем газе, повезли хлеб, ну, удобрения, это хлеб, в мир туда, а оттуда нам повезли канадское зерно. То есть, откуда Канада, нам бы еще в Финляндии масло стало продавать, понимаешь? Ну, я с иронией говорю, потому что я знаю, что Финляндия поставляет масло в Россию. Вы понимаете, насколько это абсурдно? Вы Финляндию видели на карте? Вы видели, что это граница, вот граница, вот с этой стороны у вас Финляндия, а здесь точно такие же камни и точно такие же леса, это у вас Республика Карелия. Все, что у вас может произвести в Финляндии, может с этой стороны делать. Более того, часть Карелии, это все равно бывшая Финляндия. Вопрос. Если ты глава государства, у тебя почему нет возможности хотя бы, грубо говоря, зеркально делать? Ну, то есть, ты вызываешь губернатора Карелии и говоришь, вот с той стороны одна корова производит, ну, условно говоря, тонну масла. Ну, дай мне здесь тонну масла, и дай мне такое количество коров, которые есть там в Финляндии. Там чисто население в Финляндии, тьфу, и забыть. И так далее во всем. Нет этой задачи. Они не хотят кормить страну. Они хотят передать власть своим детям. Больше у них задачи нет. Продолжение следует...